Вы уже знакомы со стихами Елены Владимировны Кизакевич, которая пишет истории про змея Горыныча Полякова, о том, как он попал в чудесную семью, провел лето в деревне с бабушкой Марией, подружился с Егой Матвеевной, о том, как он с друзьями летал в Австралию и путешествовал по Китаю. А теперь змей Горыныч Поляков решил пригласить своих китайских друзей в путешествии по нашей Родине. Библиотекарь номер 18 Северного округа предлагает послушать отрывки из новой книги Елены Казакевич, «Змей Горыныч Поляков. Путешествия по России». Проводив друзей в Россию, очень загрустил Петрович. От печали стал икать он, и вздыхать, и хмурить брови. Как там, милая Маруся? Как Алеша, как ребята? Неужели мы все вместе в облаках неслись когда-то? Навещу Юлань с Цинлуном. Вдруг Горыныч им звонил. Рассуждая так, Петрович прямо с места в небо взмыл. «Ах, дракон, голубчик, здравствуй! Проходи, садись к столу. Я сейчас вкусняшки к чаю быстро-быстро соберу». Тут Цинлун вдруг поднял руку. «Я хочу вас известить. Змей с Алешей приглашают нас в Россию посетить. У меня письмо с маршрутом. Ждет нас много городов. Поднимите руки-лапы. Кто из вас лететь готов?» Гляньте, тут чертеж корзины. Карта, перечень вещей. В нем бинокли, навигатор, зонт и парочка плащей. Развернули дети карту, и Цинлун все показал. «Вот Китай, а вот Россия». А потом Цинлун сказал. «На границе у Амура змей назначил встречу нам. Тут, где точечка на карте, он ее поставил сам. Понедельник вылетает. С ним ребята и Ириска. Воскресенье все прибудут. Им лететь совсем не близко. Им лететь над всей Россией километров тысяч шесть. Ведь из Питера стартует. А у нас недели есть. Подготовиться, собраться. Надо изучить маршрут. Вдруг Бэй-Бэй засуетился. Точно, что меня возьмут. Хоть летать я и умею, но, увы, недалеко. Самому лететь за вами это будет нелегко. Повезем тебя в корзине. Собирайся в дальний путь. К лапке ленточку привяжем ветру, чтоб тебя не сдуть. В это время и Горыныч собирался в путь-дорогу. Несмотря на весь свой опыт, волновался он немного. Упакованы вещички. У команды классный вид. Василиса, Саша, Маша, Вовка, Костя и Давид все настроены серьезно. Дела витые и бодры. Мариванны и риски в окружении детворы. Все по плану. Путь не близкий. Но всего-то за неделю на границу у Амура ровно в полдень прилетели. Пограничники шутили. Встреча века состоялась. И компания при встрече ух, как лихо разгулялась. Были рады все безмерно долгожданной этой встрече. Пролетело быстро время. Наступил спокойный вечер. А потом и ночь настала. Все легли пораньше спать, чтобы завтра вместе с солнцем отдохнувши бодро встать. Чуть заря и все в корзинах. Старт! Дракон и змей вперед! Над лесами, над полями каждый будто самолет. Первым пунктом остановки знаменитый был Байкал. Берег западный Бурятский. Горы здесь. И много скал. Змей Горыныч и Маруся про Байкал прочли немало. На привале Мариванна словно лекцию читала. Ох, велик Байкал, ребята! В нем немерено воды. И воды, заметьте, пресной, чище точно в мире нет. Вон какой Байкал прозрачный. Аж до дна доходит свет. Развели костер и рыбки на ушицу наловили. Омуль только здесь бывает. Из него и наварили. Вдруг из озера на берег нерпа вылезла. Красотка! Леша тут же сделал снимок. Получилось классно фотка. Рассказала детям нерпа. Эпишура есть в Байкале. Вы таких рачков, конечно, раньше в жизни не встречали. И Маруся пояснила. Эпишура тут важна. Всю водицу очищает. Здесь никто-нибудь. Одна. Да, Байкал, друзья, прекрасен. Интересен очень он. Но пора лететь нам дальше. До свидания, Ольхон. Погружили над Иркутском, славным городом Сибири, и продолжили полет свой прямо к Северной Пальмире. Так издревле называют Петербург. Волшебный град. Дивный город непременно будет этой встрече рад. Петербург весной прекрасен. Здесь вовсю цветет сирень. Ночи белые сияют над Невою каждый день. Поле марсовое и летнее, весь цвету, чудесный сад. В нем скульптуры и фонтаны. Каждый был фонтаном рад. Петропавловская крепость всех безмерно впечатлила. Но на крыше было жарко. Солнце крышу накалило. На Авроре побивали. С капитаном подружились. Над Исаакиевским собором восхищение кружились. Медный садник Петр I изумил своим размером. Основатель Петербурга был для всех царей примером. А затем слетать решили в славный город Петергоф, где каскад есть из фонтанов среди парков и дворцов. Уезжать из Петергофа было грустно. Только вот пригласила всех Маруся. Нас, друзья, Архангельск ждет. Чтобы нам слетать в Архангельск, у меня причины три. Родилась я там, Петрович, и скажу вам не то я, я люблю его всем сердцем. Это родина моя. Город, первый порт в России. Это повод номер два. А еще из Белом моря просто чудо острова. Змеи с Петровичем на север устремились в первый раз. От красот природы местной оторвать не могут глаз. Прилетели поздно ночью, но в Архангельске светло. Солнце в речку чуть присело, раз, и тотчас же взошло. Всей компанией гуляли рядом с Северной Двиной. Ночи белые, однако, здесь светлее, чем над Невой. А наутро Мария Ивановна пригласила всех друзей съездить в Малые Карелы. Удивительный музей. Прямо под открытым небом деревянные дома. Церкви, мельницы большие, интересные весьма. Колокольный звон, как песня над Карелами, звучал. «Я люблю тебя, Архангельск!» Змей Горыныч прокричал. Вдруг невиданная птица, деревянная, резная, прилетела и уселась прямо возле попугая. Я представлюсь. Птица счастья делают меня лишь здесь. Если в доме поселюсь я, люди скажут, счастье и есть. Ну, а вот и Соловецкий виден всем архипелаг. По земле святой Горыныч робко сделал первый шаг. Вдруг навстречу выступает, как из сказочных былин, монастырь, велик, огромен, каждый камень из полин. Есть на острове озера, а между ними сеть каналов. И монахи, чтоб их сделать, сил потратили немало. А еще тут есть чудесный, необычный очень сад. Ботаническим зовется. Удивлен и старый млад. Здесь растут арбузы, дыни, яблок урожай хорош. В общем, как-то этот север и на север не похож. Громко песни распевая, до Москвы два дня летели. И на площади на Красной мягко ровно в полдень сели. О том, как друзья посетили Москву, Сочи и Санкт-Петербург, вы узнаете, если самостоятельно прочитаете книгу Елены Казакевич, Змей Горыныч Поляков «Путешествие по России» с прекрасными иллюстрациями Ильи Ясаулова. Продолжение следует...